Этот год был необычный, мы это видим по каким-либо ситуациям или моментам, а кто-то видел это благодаря цифрам. Итоги этого года и о 2023 поговорим сегодня в студии. У нас в гостях цифровой психолог Вячеслав Классин. Вячеслав, приветствую. Добрый день, Дмитрий. Ну что, давайте, наверное, начнем наш разговор с первой темы. Отличительные. Чем отличается нумерология от астрологии? Давай, Дим, сразу скажу, что я нумерологию использую как инструмент, а правильно моя профессия называется цифровой психолог, потому что я психолог, который использует цифры, то есть поэтому и цифровая психология. Астрология использует знания о планетах, и все-таки для меня, это опять же мое мнение, да, немножко информация более размытая. Потому что что использует нумерология? Цифры от 0 до 9. Немногие знают, да, чем цифры отличаются от чисел. Вот, Дим, как ты думаешь, чем цифры отличаются от чисел? Ну это что-то из математики, числа это... Двузначные. Да, от 0 до 9. Часто люди говорят, расскажите мне, на простом языке показывают такой жест, 10 пальцев, 10 цифр, от 0 до 9. Нумерологи используют как раз вот эти цифры. И используя эти цифры, в жизни можно ответить абсолютно на любой вопрос. Вот если посмотреть на нашу жизнь немножко с другой стороны. Наша жизнь, она соткана из букв и цифр, то есть наше общение. Но люди очень часто вот так вот общаются. Помогая цифры расшифровать, происходит, видишь, движение пошло. Цифры ведь они у нас везде. Адреса, номера, квартиры, время, деньги, это тоже цифры. И мир цифр, он еще не изучен. Если буквы все понятно, белый, черный, зима лета, то мы понимаем друг друга. А цифры, почему вот, допустим, да, определенные цифры тебе попадаются, у любого человека спросить, он скажет какую-то определенную цифру, которая попадается. Вот этим и занимается цифровая психология, ответом на все вопросы. 22-й год был очень, очень необычный, да, богат на очень разные всякие моменты. К вам люди с какими чаще всего вопросами обращались, с какими темами, и что они хотели услышать? Да, ты знаешь, люди интуитивно шли с вопросом найти себя, почему так происходит. Цифра 6, то есть опять же, да, 2022 это число, складываем, получается, цифра 6. Самый простой ответ, цифра 6, это наш внутренний стержень и харизма. Это самооценка, это самодостаточность. Еще один пример цифры 6. Дим, скажи, пожалуйста, сколько у нас нолей в миллионе? 6. 6, да. Это главная цифра списка Forbes. Это главная цифра, да, богатых людей. Но опять же, какое главное качество любого человека из списка Forbes? Стержень харизма, самооценка. Вот этот год, он очень сильно в нас помогал проявить это. И он очень такой жесткий, он либо там не было, либо да, либо нет. Там не было посерединного ответа. Поэтому основной запрос был человека найти себя, увидеть свой стержень и помочь его использовать человеку в жизни. Поэтому те, кто смог проявить жестко, это очень жесткая цифра. Очень жесткий год был, мы видим его по всем моментам. И людей действительно очень многие, как я говорю, выбрасывал на обочину жизни. Почему? Ну потому что стержни харизмы, они такие. Неплохо. Заставляет позадуматься. В день цифровая психология. Да, это что-то сложное. А 24-й год, чем он запомнился, какими цифрами и вот эти сочетания, какие были наиболее важные? Ты знаешь, я один из немногих, кто был первым противником свадьбы в дату 22.02.2022. Потому что как очень правильно определять и правильно определять дату дня? Вот люди говорят, допустим, 22 число, 22. Я говорю, ребята, вы знаете, что автомобиль по колесу не покупают? Ну, допустим, красивое качественное колесо, мы купили автомобиль. Вся дата это 22.02.2022. Надо все цифры сложить и получить число. То есть, получается, складывая все цифры, у нас получается число, складывая число и получается еще раз цифра. Так вот, главная цифра того дня, тройка, это самодостаточность, это больше выгода, польза, это страхи, сомнения. То есть, свадьбы в тот день проводить нельзя было. На чем это может в будущем? На будущем это может как-то подразумеваться? Первое, да, первое это сомнение. Первое, что будет разъедать, это сомнение и страхи. Очень много заботы о других людях, то есть, это цифра, которая служит другим. А как мы знаем, да, сказано в одной самой известной книге в Библии, возлюби ближнего, как самого себя. Начало себя. Да, одни из великих людей говорят, да, ваш путь начинается с любви к себе. Поэтому там день не про это был. А есть ли мини-короткая консультация, допустим, свадьба 15 июля была, 2022 года? Вот мне сейчас интересно, Дим, интуитивно, ты сейчас интуитивно назвал мою дату рождения. Это опять же какая-то сильная цифра в твоей матрице, да? Ну, конечно. 15 июля, да. Да, да. Тоже, опять же, надо смотреть. 15 июля – это день и месяц. Мы с тобой посмотрели колеса и двигатель, да? Но мы не посмотрели салон. А год какой? Там же тоже цифры. Все восемь цифр. Почему я и… Знаешь, есть такая фраза «цифровой ДНК». Это восемь волшебных цифр нашей даты рождения. И мы по жизни его постоянно узнаем. Вот эта вот цифра, знаешь, она каким-то интересным таким образом, как вот шар, да, как вот в ночных клубах вот крутится, он каждый раз блестит по-разному. Вот тут год, допустим, 2022, наши восемь цифр крутятся. 2023, наши восемь цифр крутятся. Они всегда по-разному играют в зависимости от того, какой год, какая ситуация, какой человек вокруг нас. Цифровая психология отвечает на вопрос, почему у одного мужчины с женщиной получается, у других не получается. Коллектив, мы же живем в социуме, и везде люди. И вот смотри, что самое интересное, у каждого человека есть дата рождения. Я говорю, ребят, дайте мне даты рождения двух людей, и я скажу, почему у них очень хороший союз, а почему не получается. Абсолютно любого человека можно посмотреть по цифрам. Что можно еще благодаря цифрам узнать о человеке? То есть, как вы уже сейчас сказали, это и семейный брак, да? Отношения на работе, коллеги, соседи, друзья, да, это можно посмотреть все. Потому что, глядя на матрицу, матрица – это девять цифр. То есть, Пифагор, он просто девять цифр составил. Это вот тоже правильно, Дим, сказать, если ты знаешь эту информацию, Пифагор, он не изобрел нумерологию. Но он сделал очень большое дело. Почему? Он в 15 лет путешествовать по миру поехал, и 30 лет путешествовал. И он просто на всех континентах эти течения объединил для всех людей. Он сделал действительно большую вещь. У него в одной руке была математика, а в другой – нумерология. И поэтому он и очень высокий уровень. И, глядя на вот эти девять цифр, вот, казалось бы, девять цифр, каждая цифра – это какое-то качество. Я, как цифровой психолог, вижу более 200 пересечений. То есть, цифровой портрет, допустим, ты пришел ко мне на консультацию. Я, прежде чем с тобой на консультации встретиться, я готовлюсь. И я портрет составляю по 200 параметрам. То есть, видишь, как много можно в этих цифрах взять всего. Можно углубиться в человека. Очень глубоко, да. В зависимости от запроса человека. Ну, уверен, что многие, может быть, даже сейчас и наши телезрители, да, задаются вопросом. И вам уже задавали эти вопросы. Насколько это все достоверно? Очень хороший вопрос, Дмитрий. Почему я и из психологии стал использовать нумерологию? То есть, я как психолог взял за основу цифры. Я немец, скептик, практик. Я очень вредный психолог. Почему мне друзья называют вредной славой? Я говорю, ну, значит так. Я 8 лет консультирую. Я посчитал 50 тысяч матриц. Дим, как ты думаешь, это много или мало? Ну, это маленький город. 50 тысяч матриц. Я провел более 2000 консультаций. Я посчитал. Вот для меня это был год трех лет. То есть, три года мне это надо было сделать. Есть некий сайт в интернете, типа Википедии. Там 5000 известных личностей. Я выбрал из них тысячу самых известных. И я их все просчитал. На предмет того, реально ли. Но известный человек, он же какими-то качествами стал известным. То есть, какими-то одной или двумя цифрами из девяти. И мне стало интересно, реально ли наука, нумерология или цифровая психология, она совпадает с тем, что люди добились сами. Многих уже нет в живых. Ты понимаешь, я был удивлен, когда 99 процентов, да. Если наш актер Саша Петров, цифра 5 эмоций. Вот оно, понимаешь. И вот это, да, да. И поэтому здесь я, просчитав тысячу известных личностей, понял, что действительно это статистика. Для меня это статистическая наука. То есть, я сейчас абсолютно любого человека, мне достаточно 5 секунд посмотреть на матрицу, чтобы целый час рассказывать про человека. И чаще всего то, что он не знает. Была одна встреча в Москву, периодически езжу работать. Ресторан Аченти итальянский. И как раз у шеф-повара, и владельца ресторана, цифра 5, он говорит, я выписал из Италии себе шеф-повара, а я смотрю, у него нету двух цифр, 3 и 5. Тройка – это забота, пятерка – это любовь. И я говорю, вы бы мне сразу сказали, он говорит, ты бы мне сэкономил 50 тысяч долларов. То есть, я потратил на его обучение, и на то, что он в ресторане год проработал. Поэтому через цифры можно узнать все. Главное, чтобы был запрос истины у человека. У нас, знаешь, как часто бывает вопрос, он в голове, и запрос, но он в душе. Вопрос, он меняется, а запрос – это когда болит вот здесь. Тогда цифровая психология ответит. А цифровая психология, сейчас, если я продолжу, и окажусь неправ, поправите, можно ли ей научиться, заучить и пользоваться? Или это что-то вот прям… Заучить можно, но, знаешь, как люди раз-два придут к человеку и поймут, что он отвечает заученными фразами. Шаблон, да? Да, да. Понять можно, понять может любой человек. Просто цифровая психология – это вот как, наверное, шведский стол. Можно с разной стороны подойти, но прийти к одной и той же точке. Да, можно научить, научиться может каждый. Лишь бы было желание, действительно было желание у человека. Ну что, у нас уже совсем скоро 2023 год. Да. В сумме это цифра 7, да? Правильно, да, правильно. Что она означает и что вообще ждать от следующего года? Знаешь, Дмитрий, очень интересно нас будет ждать год, потому что если цифра 6 – это логика, это разум, это сильное использование опыта в нашей жизни, то, чему мы научились, то семерка – это с точностью наоборот, это наша интуиция. Скажи, пожалуйста, одной фразой, что такое для тебя интуиция? Ну, это что-то сильное для меня. Знаешь, как часто говорят, подсознание, душа, сердце, вселенная, Бог – всё это то, что есть с какой-то стороны, с которой мы не можем понять. Вот эта вот непознанная так называемая вселенная – это и есть интуиция. Как часто мы делаем какое-то действие, допустим, иду-иду, надо пойти сюда, хотя хотел пойти сюда. Надо сделать то, хотя хотели сделать то. Но мы же понимаем, что мы логически хотели сделать это, интуитивно сделали это. Потом, когда наши события, и мы понимаем, что вот этот-то будет был правильный. И вот интуиция – это не тогда, когда мы подумали и сделали, Дим, а наоборот. Мы сначала сделали, а потом подумали. Тут, опять же, не надо бросаться в крайности, задом ночью по встречке ездить не надо. А вот именно интуитивное действие. Ну, к примеру, я захотел сейчас сделать вот так. Зачем? Я уже понял, зачем я вот так сделал. Потому что четыре пальца здесь лежали, один здесь. Это я уже, видишь, как, используя знания свои, у меня очень сильная цифра семь. Если в матрице семерка одна, мне вселенная зачем-то их подарила четыре. Четыреста процентов понимания интуиции. Мне достаточно одной. Значит, оставшиеся три мне просто надо людям донести. И вот этот год, да, год интуиции, он будет очень сильный. То есть мы будем только опираться на знания, но использовать будем только интуитивные. Сейчас вот, может быть, такой будет жизненный пример на мне. У меня с самого моего детства меня преследует цифра одиннадцать. Прям очень сильно преследует. У меня день рождения, одиннадцатого мая. А постоянно в каких-то спортивных, там, ну, футбол и все такое, я играю под одиннадцатым номером. То есть это не специально, это случайно попадает в раз одиннадцатый номер. Случайность — это один из видов закономерности. Да, кстати, только что хотел сказать, продолжить. Со своей будущей супругой мы начали встречаться одиннадцатого декабря. То есть все вот одиннадцать-одиннадцать. То есть вот эти цифры, это правда все так идет? Или у кого-то это может быть как самовнушение? Что вот, они меня на самом деле просто так преследуют, это просто совпадает. Ты знаешь, да, стократно повторенная фраза становится истинной. Если это действительно повторится раз двадцать-тридцать в нашей жизни, тут тонкая грань, смотри, потому что одиннадцать — это число, и его надо действительно рассматривать как число. Потому что в сумме это двойка, а двойка — это постоянное действие. Дело, делать, делать. Но одиннадцать — это для тебя, вот это конкретно, да, ответ на твой вопрос для тебя, две единицы. Единицы — это новаторы, навигаторы, первооткрыватели. У меня главная цифра — один. То есть идти во все новое. Это Стив Джобс, это Гагарин. У Гагарина тоже, кстати, интересно, сейчас расскажу коротко один момент про единицу и закончу. И вот смотри, единицы, получается, тебе надо идти во все новое, использовать те знания, которые, ну вот, к примеру, не было сотовых телефонов, да, не было интернета, а ты тот человек, который поможет или открыть людям, или подвести к открытию. То есть единицы, это много говорить, то, что ты делаешь сейчас, да, то есть единицы, это вдохновлять, это мотивировать людей, это заряжать, это направлять. А ну вот смотри, какой интересный момент, цифра один, на что похоже? Вот нарисовали цифру один? Именно из таких вот, знаешь, как, вот это то, что мы используем каждый день, но оно не на цифру, а на что-то вот, вот единица, на что похоже? Ну еще часть лица. Еще на что? Так, еще. Браво на палочкой. Отлично. А ты никогда не задумался, смотри, что единица, если мы с этой стороны палочку доставляем, да, это направление, единица задает направление. Стив Джобс задал направление, Гагарин задал направление. У Гагарина вообще интересно, у него дата рождения в Википедии написана 9 марта, но он родился 23.38 марта. Отец сказал, что не будет мой сын военный 8 марта отмечать день рождения и сказал, чтобы записали 9 марта. Он по своей дате рождения цифра 2, но в основе своего новатор, навигатор, первооткрыватель. Недаром он в космос именован. Там же, знаешь, ситуация, да, что должен платить другой, полетел он. Поэтому цифра 1, видишь, это открывать, показывать, направлять, да, и вдохновлять, Дим, вот и не твои 11. Ну и у нас уже время, к сожалению, заканчивается. Что можете пожелать нашим телезрителям в предстоящем году и от себя лично можете их поздравить? Да. Поздравляю всех, действительно, друзья, с наступающим очень интересным годом. Почему он будет очень интересным? Стив Джоб сказал такую фразу. Друзья, мы очень часто не слышим тихий внутренний наш голос за шумом внешних голосов. Когда нам все со стороны говорят, 2023 в сумме это семерка. Семерка это очень, знаете, вот информация со стороны будет очень сильная для нас. И когда мы будем слушать всех, ну есть шикарная фраза, слушать всех, а делать по-своему. Так вот я рекомендую прислушиваться все-таки самым последним, А плюс Б плюс С, самым последним должен быть наш внутренний голос. Тогда год седьмой, действительно, 2023, он очень много для нас покажет. Ну на этом наше время подошло к концу. Я думаю, мы все в предвкушении 2023 года. И я, в свою очередь, тоже всех телезрителей поздравляю с наступающим Новым годом.